Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Я хочу сердечно поблагодарить всех, кто поддержал меня в моей блогерской депрессии, наверное, так можно назвать, в блогерском выгорании каком-то. Я рассказывала видео, почему я стала с трудом записывать вот так на камеру разговорные видео. Большое спасибо всем, кто написал. Я, честное слово, не ожидала, что так многие откликнутся и так многие поддержат меня. Огромное-огромное спасибо! Скоро выйдет видео, когда я наконец-то стану блондинкой, где я расскажу о таком интересном аспекте в нашей жизни, как позитивные комментарии в нашу жизнь, которые вливаются, которые на нас могут очень сильно влиять и влиять на нас негативно, несмотря на то, что люди, которые их делают, действительно хотят нам лучшего, хотят нам добра. Но это видео я запишу, как только повторюсь, стану блондинкой. А сегодня речь пойдет снова о том, когда итальянки нам очень сильно завидуют. И сразу хочу сказать, что некоторые зрители покритиковали меня за то, что в названии видео я вынесла вот такой глагол, как «завидуют». И действительно соглашусь, что на русском языке зависть – это нечто нехорошее, это нечто негативное, это вообще грех библейский. Но могу сказать, что в Италии очень часто ты можешь услышать, разговаривая со своей хорошей знакомой, разговаривая со своей подругой, которая может тебе сказать… В Италии этот глагол «инвидиар» используется очень часто. Она может тебе сказать, что «я тебе завидую, ты успеваешь много», «я тебе завидую, у тебя классная кожа». И я часто сама могу сказать своим подругам, с которыми, прежде всего, на море, очень часто общаюсь, могу сказать «я тебе завидую» и продолжить свою фразу. В то время, как я признаюсь, действительно проанализировав, могу сказать и подтвердить, что на русском языке мы не очень-то часто используем глагол «я тебе завидую» и, соответственно, дальше объясняем, что. Поэтому на итальянском языке глагол «завидовать» совершенно не имеет никакого негативного подтекста, зачастую действительно это так. И поэтому я расскажу, когда же итальянки хотели бы оказаться на месте русской женщины. Возможно, так видео и будет называться. Первое, на что я хочу обратить ваше внимание, на подарки, которые делают нам наши мужчины. На самом деле, в Италии, если мы возьмем традиционный женский день, он тоже отмечается 8 марта, день влюбленных, Новый год, наши собственные дни рождения, мы совершенно точно, хотя если мы не можем сравнить, мы не можем этого увидеть, но я могу вам сказать, что итальянки никогда не получают таких щедрых подарков, которые получаем мы, женщины. При этом речь не идет о том, что мужчина богат, мужчина обеспечен, и поэтому он свою женщину балует. Нет, в России принято делать действительно какие-то максимальные подарки женщине, и речь, повторюсь, идет о разном достатке внутри семьи, либо о разном достатке у мужчины. Мужчина выкладывается, что называется, по максимуму, когда он ухаживает за женщиной. Вообще, в Италии, кстати, не очень-то часто женщины получают и просто цветы. Вот одна роза – это свидетельство того, что да, ты мне нравишься, ты мне симпатична, я отношусь к тебе как к женщине, но итальянки редко и букеты получают. Сразу хочу, кстати, сказать, что, возможно, мои русскоязычные зрительницы, которые вышли замуж за итальянцев, не чувствуют то, о чем я говорю, так же, наверное, потому что они действительно являются неким симбиозом, их семья является примером того, когда мы что-то берем из одной нации и что-то даем другой нации, поэтому, возможно, у вас итальянский мужчина очень голланден и дарит вам прекрасные, хорошие, щедрые, классные подарки, но потому что вы, прежде всего, с ним рядом, и вы русская женщина. И русские женщины, конечно же, привыкли к другому отношению. Мы привыкли получать подарки щедрые, мы привыкли получать подарки часто. Это не говорит, точнее, не всегда говорит о нашей меркантильности, просто вот такое мы видим, так мы воспитывались. И в Италии не принято дарить вообще подарки на какие-то праздники, как 8 марта, либо День влюбленных, в то время как в России женщину принято в эти дни одаривать. Не знаю, справедливо это или нет, я сама женщина, я, конечно же, люблю получать подарки, я люблю, когда мой мужчина в отношении меня очень щедр и очень-очень нежаден, но я также являюсь мамой троих мальчиков, поэтому я прекрасно понимаю, что это может значить. Я спокойно отношусь к тому, когда мужчина одаривает свою женщину, ну и спокойно отношусь к пониманию, когда он на нее, что называется, не работает. То есть обе модели отношений, что русская, что итальянская, в данном случае в отношении подарков, меня устраивают 100% как женщина и как мать. Поэтому да, могу совершенно точно сказать, когда итальянки знали, узнавали о тех подарках, которые делал мне мой муж, потом я перестала рассказывать, потому что для меня это было нормально. Я видела, как это очень часто удивляло моих знакомых, моих подруг, но, безусловно, речь идет о доверительной беседе, то есть я не рассказывала всем, что же мне подарил муж, а, допустим, если меня спрашивали, то да, я говорила, что на день рождения, например, я получила такой подарок на рождение ребенка, вот такой подарок. И, соответственно, потом я стала умалчивать об этих вещах, потому что поняла, что в Италии одаривать женщину не принято. Я часто говорю, что сумка, дорогая сумка, это вот, наверное, такой какой-то максимум среднестатистический, который получает женщина один либо два раза в течение всей своей жизни. Еще одна вещь, которая совершенно точно завидует итальянке, но, опять же, не все, а лишь те, которые способны оценить по достоинству, когда у женщины есть образование. Более того, когда у женщины есть высшее образование, она при этом не работает. Это большая редкость в Италии. В Италии я также рассказывала, что женщины, которые вкладывают свое время, свои знания, семья им очень помогает. Очень долго в течение университетского образования родители помогают и содержат своих взрослых детей. В Италии принято учиться до 30 лет в высшем учебном заведении. И действительно, если женщина выбирает стезю карьеры, она ее крайне неохотно оставляет и крайне редко ее оставляет, каким бы обеспеченным ни был муж. А, как правило, браки в Италии очень равноправны. То есть, если муж адвокат, скорее всего, она тоже адвокат. Если муж нотариус, то она адвокат. То есть, вот прямо-таки из одной среды заключаются браки очень часто. И могу сказать, что если даже мужчина может обеспечить свою женщину, я таких примеров знаю очень-очень много, женщина продолжает работать, потому что, повторюсь, это вот такая норма здесь в Италии. В то время как вообще высшее образование за плечами у женщины – это большая-большая редкость. И вообще высшее образование в Италии, могу сказать, что это то, что встречается гораздо реже, что у мужчин, что у женщин, чем, допустим, в России. Тем более, с речью о больших городах, где можно получить высшее образование. Очень часто в России те, кто получает высшее образование, что мужчины, что женщины, не работают потом по своей специальности, но высшее образование они имеют, в то время как в Италии, если ты получил высшее образование, то ты и работаешь по своей специальности, по своей профессии. Поэтому могу сказать, что итальянки, которые не смогли получить высшее образование, которые зависят от мужа, которые это осознают, которые, возможно, недооценили, как бы важно было им самим в их жизни уметь работать по специальности, которая требует высшего образования, они совершенно точно завидуют тем, что большинство тех русских женщин, русскоязычных женщин, которых они встречают, все-таки это женщины, которые имеют высшее образование. Зачастую приходят убираться к итальянкам женщины, которые вынуждены делать эту работу, потому что в Италии очень сложно найти работу, тем более будучи иностранкой. И очень часто женщины из Украины, либо из России, которые приходят убираться в обеспеченные итальянские семьи, это женщины, которые имеют высшее образование. Могу совершенно точно сказать, что итальянки этому завидуют. Еще одна вещь, которая совершенно точно завидует итальянке, это наши голубые глаза. Если волосы, они могут обесцветить и стать блондинками, то, в общем-то, голубой цвет глаз, и спасибо, это из комментариев одной зрительницы, я вспомнила об этом, голубой цвет глаз совершенно точно очаровывает, что итальянцев, что итальянок. То, что хотели бы действительно иметь итальянки хотя бы на несколько дней, это попробовать вот такой голубой цвет глаз, который невозможно достичь даже при помощи контактных линз, которые надеваются на темные глаза, потому что мы никогда не получим голубой цвет, светло-серый цвет. Мы получим интенсивный серый цвет, но вот голубой цвет глаз, это то, что действительно итальянцы очень-очень любят итальянки, очень хотели бы иметь, но в силу природы им это недоступно. Также итальянки завидуют нашему росту. Это совершенно точно так, об этом я тоже прочитала в комментариях, одна зрительница написала и могу подтвердить. Действительно, итальянки низкорослые, хотя они не производят впечатление низких женщин. И, кстати, у меня часто возникает вопрос под видео о стрит-стале. Яна, расскажите, как одеваться низким женщинам, женщинам с маленьким ростом. Я могу сказать, что я встречаю огромное количество итальянок с маленького роста. Но когда я их снимаю, допустим, они идут не на фоне своих подруг, очень трудно понять, что это итальянка маленького роста, потому что, повторюсь, нет правил, на мой взгляд, для одежды, для женщины маленького роста. Если ты соблюдаешь пропорции, эти пропорции на твоей фигуре хорошо и грамотно скомпонованы, то, соответственно, все на тебе прекрасно смотрится, будто длинная юбка, будто длинное пальто, что еще является обычно табу для низкорослых женщин. Так вот, действительно, итальянок низких очень-очень много, и они завидуют нашему росту. И еще одна вещь, которую мы совершенно точно завидуем, итальянки, чем русские мы, женщины, обладаем с самого рождения, нам это дается бесплатно, мы никаких трудов для этого не прилагаем, но очень часто к 30 годам мы уже этим не обладаем. Это наша фигура. Да, многие замечают, и это действительно факт, что итальянки в целом очень-очень стройные, они сохраняют гибкость тана до, в общем-то, глубоких лет, и для них кажется, что лишний вес не проблема, но это только, скажем так, поверхность айсберга, потому что итальянки очень-очень много бегают, они очень спортивные, и они, в общем-то, для вот такого своего сухого тела, они совершенно точно прилагают усилия, но прилагают эти усилия не как принято у нас в спортзале. Я не знаю ни одной итальянки, которая бы ходила в спортзал и, в общем-то, использовалась эти нужные тренажеры. Я знаю очень много итальянок, которые бегают, которые занимаются велоспортом, которые, допустим, плавают несколько раз в неделю, которые плавают и бегают. То есть итальянки уделяют большое внимание своей фигуре и спорту, как, безусловно, составляющей хорошей фигуры, хорошего самочувствия. Но итальянки в целом имеют, как у нас принято говорить, широкую кость. Ноги у итальянок никогда не будут вот такими стройными, такими красивыми, как у нас у русских женщин. Но русская женщина, к сожалению, уже с 30 годам, это женщина, которая очень часто имеет лишний вес, которая очень часто имеет, если не лишний вес, то теряет вот эту, скажем так, точенность, точенность, потому что для точенных ног, безусловно, ты должна несколько часов в неделю крутить велосипед. Для точенных ног ты должна бегать, для точенных ног ты должна приседать, ходить по лестницам. Это то, что итальянки делают. Они очень любят пешие прогулки, они очень много гуляют пешком со своими детьми. Итальянка становится таксистом на велосипеде, и я также переняла эту привычку итальяна. Когда становится тепло, я практически не езжу на машине, я все время вожу своих детей даже в сад. Это очень-очень трудоемкое занятие. На велосипеде я также рассказывала, что летом я тоже пересаживаюсь на велосипед. Каким бы тяжелым ни был велосипед с сумками, с покупками, с продуктами, я все равно езжу, стараюсь, по крайней мере, ездить на велосипеде. Поэтому наша фигура, вот эта тонкость кости, наши ноги, которые действительно очень стройные. Обратите внимание, что нет ни одной, в общем-то, кроме, наверное, Бьянки Балтии, знаменитой модели итальянской, которая, в общем-то, вышагивала бы по подиуму на протяжении многих лет, в то время как очень много славянских моделей. Потому что, повторюсь, вот наше строение скелета, строение кости позволяет нам быть гибкими, прозрачными. Но, к сожалению, к сожалению, 30 годам очень многие из нас теряют вот такой подарок от природы, подарок судьбы, который дается нам совершенно бесплатно. Ну и последняя вещь в моем списке на сегодня, хотя, возможно, благодаря вашим комментариям, этот список я смогу продолжить и что-то вспомню еще. Это итальянки завидуют нашему умению. Это как-то не по-русски у меня просвучало. Последний в моем списке тот факт, что русские женщины очень хорошо умеют одеваться в так называемом классическом стиле. Это то, что не подвластно итальянкам. Итальянки прекрасно миксуют вещи, итальянки прекрасно подбирают их под себя, итальянки прекрасно выбирают свои так называемые вещи. Но то, что итальянкам дается действительно с трудом, так это как раз-таки вот такой классический, очень женский, очень аристократичный стиль. Это то, что итальянки редко используют в своем гардеробе. Это то, чему им действительно нужно учиться. Замиксовать что-то на повседневку, замиксовать что-то в стиле гранж-стайл, как я люблю говорить, в стиле бомж-стайл. собрать, несу разные вещи воедино, и так, чтобы все это смотрелось гармонично, это итальянка может делать с рождения. Но вот чему ей приходится долго учиться, и то, чему научиться она, скорее всего, никогда не сможет, так это как раз-таки вот такой очень выдержанный, очень, повторюсь, аристократичный, очень сдержанный, очень классический стиль. Очень многие русские женщины обладают этим стилем, очень многие русские женщины отходят от этого стиля, потому что, ну, действительно, он подразумевает некую строгость, он подразумевает некую строгость не по возрасту. Я для себя этот стиль миксую и называю стилем принцессы. Это тот же самый строгий стиль, но с какими-то летящими тканями, элементами юбки, допустим, либо платья, я даже видео на эту тему выпускала. Но тем не менее, если мы представим себе очень строгую классику, классику в духе, как снималась Анджелина Джоли в фильме, если не ошибаюсь, «Турист» либо «Иностранец» назывался фильм, и фильм имел место, разворачивались его действия в Венеции. Вот такой стиль итальянкам совершенно точно не подвластен. Он очень прост, он очень лаконичен, и очень многие русские женщины умеют так одеваться, но итальянки так не могут. И я слышала совершенно точно в отношении себя, когда я так одевалась, я слышала от своих итальянских подруг, что да, им нравится, и что так они не могут. Но мне лично этот стиль, мне лично этот стиль нравится, но не очень близок, потому что действительно он очень и очень солидный. Он прямо-таки прибавляет тебе некой серьезности, он прибавляет тебе даже несколько лет, как бы хорошо-то не выглядело, но тем не менее это то, что итальянки делать не умеют, а мы русские можем. Ну что ж, дорогие зрительницы, прощаюсь с вами на этом. Пишите, если вы знаете еще какие-то вещи, которым итальянки, которые точнее, да, которым итальянки завидуют, чем они восхищаются. Я сделаю новое видео и поделюсь с вами, потому что действительно очень-очень важно ценить то, что мы имеем, и гордиться тем, что мы имеем зачастую просто от рождения, просто потому что мы русские, либо русскоговорящие, либо женщины с постсоветского пространства. Увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока.